Здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать в замечательную Турцию, добро пожаловать туда, где сегодня погода радует нас гораздо больше, нежели в центральной части нашей славной страны. И на очереди у нас очередной матч, который покажет нам, насколько готовы к сезону российские футбольные клубы. И сегодня Нижний Новгород встречается с текстильщиком команды футбольной национальной лиги, команды прекрасно между собой знакомые и готовые сегодня нас футболом порадовать. Посмотрим, что они покажут, вы видите расстановку текстильщика и расстановку Нижнего Новгорода, только что видели на наших с вами кранах. Обязательно по составу пройдемся, обязательно все скажем, про все расскажем. Еще подача и можно тут будет что-то придумывать. Почему бы и нет? Удар, да, неплохо, ухо, опасно как. Подача еще одна. Ух, неплохо здесь штанга и Генсане, и не залетает мяч в ворота каким-то чудом, но здесь и положение вне игры у него, конечно, было. Ух, классно как-то удары, но... Ну ее сейчас Гацук немножечко привозит ошибку. Не долетает Суев до мяча и текстильщик продолжит тут давить на чужие ворота. Во вратарскую уже подачу она снова никого не находит. Агеев. Еще одна подача на дальнюю и здесь какой сейф и добить. Да, залетает мяч в ворота. Я так понимаю, что гол засчитывается 1-0. Дальний довел атаку до ума, как-то там уже... 1-0 у нас после первого тайма. Пока что футболисты Нижнего Новгорода и текстильщика забили на двоих один лишь мяч. И в целом матч смотрится. Игра достаточно любопытна. Возвращаемся мы с вами, друзья, сюда, в Турцию и наблюдаем за матчем Нижнего Новгорода и текстильщика. Подача. И 1-1. Классно как это все вышло. Не доработал. Не успел сейчас там Владимир Романенко. Но я так понимаю, еще вопросы, видимо, кому? К Лайнсману? Вторая за удар. Но на месте. На месте Алексей Струнов. Уверен, он очень действует. И угловой. Хороший заброс. Ух, тут... Ой, опасно-то как могло получиться. Вот как раз-таки он с мячом. Здорово уходит здесь от Максима Сидорова. И у Галдина. Партнера перевода не доходит. Там мяч до Мухаммада Султонова. Пытался, по-моему, Кафтарадзе. Там как-то... Команда неплохая. Ух. Ну, как-то мне кажется... Команды вроде бы рады были. Но такое есть ощущение, что и на ничью они уже согласились. Но так оно и есть. Вычет финальный свисток. 1-1 у нас, друзья. Завершается этот матч. Вот так достаточно буднично. В конце первого тайма забили футболисты-текстильщика. Алексей Губочкин это сделал. Ну, а в начале второго Кирилл Малеров достаточно, кстати, красивым голом им на это все ответил. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok